Замену с ВДМ не сделаем никогда. Один из главных разработчиков российских систем вооружения ЦНИТ-АЧМАШ, входит в госкорпорацию Ростех, начал реализацию масштабной программы технического переоснащения стоимостью полмиллиарда рублей. В прошлом году предприятие возглавил Альберт Баков, работавший ранее гендиректором концерна «Тракторные заводы». В интервью «Известиям» Альберт Баков рассказал о разработках новых армейских пистолетов, снайперских винтовок и артиллерийской системы для десанта. Как восприняли свое назначение, какие задачи стоят сейчас перед институтом? Это предложение было для меня неожиданным. Я окунулся в мир, который очень люблю. Во-первых, я охотник, а во-вторых, мне всегда была интересна тема патронных калибров, стрелкового оружия и неординарных технических решений. Со скоростью пересвета, новейшее оружие поступило в войска досрочно. На следующем этапе военного строительства будут наращиваться силы флота. Мы проанализировали проблемы и последствия, связанные с сокращением гособоронзаказа, закрытием зарубежных патронных рынков, износом производства и экономическим положением предприятия. Очень серьезно рассмотрели причины убытков. Был проведен серьезный аудит всех направлений, выявлены слабые и сильные стороны деятельности, проанализированы риски и определены приоритетные задачи. В результате была подготовлена стратегия развития ЦНИТАЧМАШа, которая направлена на создание научно-производственного холдинга, ориентированного на разработку высокотехнологичной продукции военного и двойного назначения. Главным для нас по-прежнему остается выполнение госзадания по производству высокоточных комплексов и боеприпасов. Одновременно мы будем переходить к конкурентноспособной и прибыльной модели управления, диверсифицировать производство, обновлять инфраструктуру и оборудование. Руководством госкорпорации Ростех одобрена инвестиционная программа технического перевооружения ЦНИТАЧМАШа на ближайшие три года. Для модернизации оборудования и мощности уже направлено полмиллиарда рублей. Эти инвестиции, по нашим прогнозам, к 2021 году позволят увеличить выручку в два раза. Мы останемся системным интегратором исследований, технологий и разработок в сфере производства стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Мы продолжим работу и в статусе головного предприятия по созданию боевой экипировки, артиллерии для ВДВ и средств защиты от высокоточного оружия. Продолжится выпуск тренажеров стрелкового оружия, гражданской продукции, например пластиковой тары. То есть вы пока не планируете что-то сворачивать? Сегодня я не вижу ни одного направления, которое является неконкурентно способным для нас представляет ценность любое. Сегодня оно кажется малорентабельным и даже убыточным, но со временем может принести хорошие дивиденды. Предприятие, сложившееся как классическое советское Ании, слишком поздно стало адаптироваться к рыночным условиям. Рынок замечает только тех, кто умеет показать свой товар. Поэтому одна из наших задач представить уникальные разработки, имеющие перспективы как на внутреннем, так и внешнем рынке. Лотос на Красной площади, на Параде Победы покажут пушку миномет. Для ВДВ создали новейшую арт-систему. Каковы перспективные направления? Прежде всего это артиллерия ВДВ. Самоходное артиллерийское орудие Лотос – одна из частей этой работы. В 2019 году мы планируем начать гасиспытание. Машина будет отличаться высоким уровнем автоматизации процессов наведения, подачи и заряжания выстрелов, передовым разведывательно-прицельным комплексом. Специально для Лотоса наши инженеры разработали комплекс индивидуальной защиты от высокоточного оружия. Мы хотим также определиться по телескопическим выстрелам калибра 45 мм. Эти работы, к сожалению, были остановлены. Пока у нас задача по мелкокалиберной пушке не решена. Вопрос в стадии проработки. В чем преимущество такого калибра по сравнению с 57 мм? Прежде всего в боеукладке и количестве боеприпасов на борту. В любом случае научно-исследовательские работы в этой области мы прекращать не будем. Кстати, сейчас подобные системы активно развивают западные разработчики, поэтому мы не должны отставать от них. Наш институт по-прежнему сохраняет хороший задел по созданию артиллерийских систем для ВДВ, средств защиты от высокоточного оружия, разработки прицельно-дальномерных устройств и систем управления ПТРК. Мы также намерены вести работу по робототехническим комплексам, в том числе подводным, а также средствам обнаружения и уничтожения малоразмерных БПЛа. А как будет развиваться экипировка Ратник? Мы начали работы по созданию боевой экипировки третьего поколения. Материалы НИР представлены заказчику. Сейчас институт готовится к проведению опытно-конструкторских работ по созданию такого комплекта. Основное отличие новой экипировки – уменьшение веса, повышение защищенных площадей, увеличение степени защиты, а также интеграция с роботизированными комплексами и беспилотниками. Третье поколение Ратника будет более комфортным и эргономичным для бойца, например, за счет кондиционирования и терморегуляции отдельных элементов экипировки. В дальнейшем мы планируем создавать партнерство для развития следующих поколений боевой экипировки. Разрабатывается и гражданская версия Ратника, которая будет поставляться на внешний и внутренний рынки. Мы сразу примеряем экзоскелет для использования в невоенных целях, например, при подземных строительных работах, где приходится на себе переносить тяжелые грузы и инструменты. Это и метрострой, и горнопроходческие работы, подземная добыча угля и полезных ископаемых. Пистолетные новости, что на самом деле разрабатывает ЦНИТАЧМАШ, чем хотят заменить пистолет Макарова. ЦНИТАЧМАШ любит застрелковое оружие. Что сейчас вы развиваете? Идет работа над проектом «Уголек». Речь идет о создании снайперских комплексов для Минобороны двух полуавтоматических снайперских винтовок. На замену СВД. Замену СВД мы не сделаем никогда. Потому что на тех дистанциях, где работает СВД, до 800 метров, можно потратить несколько миллиардов и ничего не сделать. СВД доведена до совершенства. Ей можно грести, ее можно кидать на дистанции 500-800 метров. Она идеально работает. Наверное, на ней можно улучшать оптику, что-то еще, но в целом лучше уже не сделать. Мы столкнулись с тем, что в ряде случаев нужны винтовки, работающие на более дальней дистанции. Мы разрабатываем винтовки двух калибров ПАИНТ-308 и ПАИНТ-338. Но есть небольшая проблема. Раньше работа по винтовке велась в интересах спецслужб. У них подход к комплектации несколько иной, чем у Минобороны, которая нам поставила жесткие условия никаких импортных комплектующих. Создание новых выстрелов – это наша основная задача. Сейчас первые образцы готовы, проводятся от стрелы, учитываются замечания. В этой работе я вижу будущее нашего института. Отмечу, мы разрабатываем не просто винтовки, а целые снайперские комплексы, куда входит и все навесное оборудование, и высокоточные боеприпасы. Еще одна важная тема – разработка короткоствольного оружия. Завершены работы по созданию пистолета УДАВ. В конце декабря он успешно прошел ГАС-испытание. На полигонах Минобороны он сравнивался с принятыми на вооружение и перспективными пистолетами. УДАВ зарекомендовал себя очень хорошо. Это совершенно новый пистолет. Мы еще будем над ним работать. Это правда, что УДАВ должен заменить пистолет Макарова. УДАВ и ПМ – разные пистолеты, предназначенные для решения разных задач. ПМ – это оружие мирного времени, например, для несения службы в наряде или патрулирования улиц. УДАВ – это боевой пистолет с мощными убойными характеристиками. Здесь решение остается за Минобороны, чьи требования по созданию нового пистолетного комплекса мы полностью выполнили. В случае получения контракта на производство пистолетов, где вы будете их изготавливать? Мы готовимся к серийному производству. У нас есть необходимое производство и вся конструкторская документация. Калашников назвал дату начала серийного производства пистолета Лебедева. Каковы планы развития охотничьего оружия? Это создание охотничьих самозарядных винтовок высокого уровня и класс на базе двух снайперских комплексов, которые мы разрабатываем. Оба калибра ПН-308 и ПН-338 сейчас востребованы. На нашем охотничьем рынке сейчас идет соревнование продукции среднего и ниже среднего классов. Продается в основном недорогое турецкое оружие, которое стоит дешевле российского. Охотники ориентируются в первую очередь на доступность боеприпасов и на надежность оружия. Что бы мы ни делали, переплюнуть карабины СКС по качеству и доступности еще никому не удалось. Патрон калибра 54 является самым доступным. А качество патронов иностранных калибров, которые делает наша промышленность, оставляет желать лучшего. В ЦНИТАЧ-МАШИ не будет производиться дешевое оружие. Есть закон машиностроения. Если ты обладаешь технологией седьмого класса, никогда нельзя запускать производство уровня пятого класса или третьего, потому что тогда упадет качество всей продукции. А производство по нашим технологиям не может быть дешевым. Мы можем производить только high-end. Планируете ли заняться гражданской продукцией? Перед растихом в целом стоит задача довести долю гражданской продукции к выручке до половины к 2025 году на 5 лет быстрее, чем по ОПК в целом. Мы как предприятие растиха работаем в этом направлении. Например, внедряем автоматизированные производственные линии. Они могут использоваться где угодно, от кондитерской фабрики до автомобильного гиганта. Весной планируем запустить в производство септики для очистки воды и системы управления к ним. У нас ведется работа по пластикатам. Оборудован цех, который делает аэрозольные боеприпасы, но может производить и гражданскую продукцию. По-прежнему выпускаем охотничьи и спортивные патроны «Олимп». Какие перспективы у ваших сотрудников? У нас созданы все условия для талантливой молодежи, которая может реализовать самые смелые инженерные идеи решения. Знаете, сколько лет нашему разработчику удава? Еще и 30 нет. А инженеру, который отвечает за создание десантной самоходки «Лотос», всего 35. А они уже создали современное вооружение.